Подскажите, пожалуйста, можно ли вылечить поджелудочную после панкреонекроза или только диеты? И как снимать боли, чтобы не допустить рецидива? Я думаю, что по меньшей мере наивно рассчитывать вылечиться ответом на один комментарий в инстаграме после такого серьезного и тяжелого заболевания, как панкреонекроз. Потому что от него можно просто-напросто умереть. Одним днем причем. Поэтому, если после панкреонекроза осталась какая-то часть работоспособной поджелудочной железы, радуйтесь этому и будьте счастливы. Надо сказать вот что в этом смысле. Важно понимать, сколько работающей поджелудочной железы от исходных 100% осталось. Может быть, это 30%, может быть, 50%, может быть, 70%. Вот от этого будет зависеть дальнейшее действие. Соответственно, от этого зависит, сколько она выделяет инсулина, от этого зависит, сколько она выделяет пищеварительных ферментов. И от этого зависит, как дальше будет развиваться ситуация. Если оставшегося объема поджелудочной железы достаточно, чтобы то, что осталось в живых, начало работать на полторы ставки и обеспечивало работоспособность целого органа, тогда все будет отлично. Надо просто этот процесс запустить, инициировать. Если же этого недостаточно, ну, сори, точка невозврата пройдена, слишком много поджелудочной железы потеряно, тогда придется это восполнять таблетками. Но при этом, тогда, при адекватно подобранном лечении, нет необходимости соблюдать диету. Вот. Важно, если случился панкреонекроз, все-таки найти причину, причину этого состояния. Почему? Потому что, если вы не найдете причину, вы никак не защитите себя от повторения этой ситуации. Потому что, например, если причина была просто в переедании, и это одна история, вы контролируете, теперь то, что вы кладете в рот. Если же причина была, например, в резком скачке триглицеридов в крови, то это совсем другая история. Если причина была в нарушении желчевыделения, это третья история. И ее надо исправить, потому что она будет повторяться. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.